добрый вечер наш урок за поднятие души моего папы яков сына нахума и моего дяди владимира бен григорий урок 4 мы закончили с вами на словах и когда окончил яков завещать сыновьям своим подобрал ноги свои в постель и скончался и был приобщен к народу своему что это значит зачем писать за это чтоб приподнял ноги поднял ноги на постель и скончался и это у нас не первое место главе в яце мы читаем и поднялся я там на ноги свои и пошел страну сынов востока комментарии особо не расписывает это но мы смотрим что пишут наши мудрецы они пишут что яков когда пошел к лавану за женой он отучился в хедере шема и вера 14 лет возможно вот это и есть что означает стал на ноги свои поднялся и потом уже подготовленным он пошел к лавану прекрасно знал с кем он имеет дело и поэтому должен был хорошо к этому подготовиться значит он выполнил все что ему видно всевышний повелел все планы он выполнил и тут получается что всю свою земную работу он закончил и скончался даже не написано что яков умер наши мудрецы говорят раз не написано что он умер нас пратьец яков не умер вот так и пал йосиф на лицо отца своего и плакал на шее его плакал целовал его и и приказал йосиф рабам своим врачам бальзамировать отца его и врачи набальзамировали израиля наши мудрецы говорят он не должен был это делать потому что червь нет власти над телом праведника и поэтому он прожил меньше всех братьев прожил 110 лет и действительно я это слышал от рава разом была то из отвергана он приезжал в лейпциг на могилу шолом йосифа шолом йосиф он сын раби из ружина он умер здесь в много лет назад около 200 лет назад и он говорит что когда во время третьего рейха уничтожали одно из кладбищ еврейских то переносили останки людей на кладбище которое новое сейчас в лейпциг и они заставили открыть гроб шолом йосифа и оказалось что он целый но если в это кто-то другой не рассказал трудно сказать ну как сказка какая-то но были люди еще живы которые были свидетелями этого в это время и он действительно говорят что был целый его шестое поколение сейчас приезжает на вертсайты приезжает в лейпциг на могилу шолом йосифа вот так вот так в общем йосиф бальзамировал отца это значит просто натерли смесью благоводия не сделали из него чучело как это делается в египте вот просто натерли благоводиями но этого достаточно большом йосиф прожил меньше всех братьев теперь так йосиф говорит придворным фараона чтобы передали ему что отец взял с него клятву похоронить его в пещере махпела в стране к наан и фараон не хочет чтобы его отнесли в страну к наан не потому что он не хочет от нечего делать дело в том что когда пришел яков в египет голод тут же прекратился нил поднялся навстречу праведнику и все 17 лет пока яков жил в египте было полное изобилие все было в египте шикарно и они понимали что если яков сейчас уйдет даже мертвым то может опять наступить этот страшный голод и не только по этому не хотят отдать его они готовы его похоронить саркофаги в пирамиде где угодно сделать из него и дала они на все согласны но Йосиф говорит что меня отец заклял фараона вредя с тебя снимаю эту клятву и оси говорит тогда я снимаю с себя клятву которую я дал тебе фараон обязан был знать все языки но святой язык он не знал и он взял с лисева клятву что никому об этом не расскажет Йосиф говорит что теперь я свободен от своей клятвы фараон говорит иди хорони отца твоего как он заклял тебя вот так и мы пошли всем народом хоронить дети остались в египте пошли хоронить якова пришли туда в пещере Махпила и сам появился и говорит это мое место в пещере а не якова не надо здесь его хоронить здесь мое место мы сказали что ты же продал ты все имущество материальное забрал из страны уехал на гору сир это уже тебе не касается эта пещера в общем он говорит покажите бумагу а бумага была в египте ну и нафтали он скороход отправили его быстро в египет чтобы он бежал в египет но сын дан ахушим он был глухой но он понял что и сав что-то творит непонятное он понимал что он вмешает похоронить его дедушку он выхватил дубину ударил по голове и голова и сава отскочила она так и похоронена в пещере Махпила и так это просто все не закончилось сын элифаза цфо это внук и сава он нападает нападает войной на эту похоронную процессию и нам приходилось воевать но успешно война закончилась победой и его захватили в плен цфо он был в египте в плену как ему удалось сбежать мы не знаем но он сбежал в конце концов сбежал и и он основал рим вот так вот так значит траур у нас большой траур великий траур все видели к на ней что великий траур это ту египетян теперь братья братья пришли и сказали йосифу вот мы рабы тебе отец твой в общем просил нас чтобы ты передать мне чтоб ты просил вину нашу йосиф говорит я не на месте всесильного и йосиф кормил братьев своих по числу их все эти годы значит когда умер яков действительно наступил голод и еще пять лет голода были и йосиф все это выдержал и кормил братьев все что обещал он выполнил и наши мудрецы говорят что он действительно строго относился с братьями он действительно не попускал и действительно мы не были рабами мы прекрасно жили в египте пока уже был жил был яков все было прекрасно мы никакими рабами не были пока жил йосиф был правителем египта потом фараоном все эти годы мы шикарно жили в египте всего мы в египте жили 210 лет значит когда умер йосиф на нас наложили налоги мы начали платить налоги и пока не умер последний из братьев звали леви мы рабами не были когда умер леви мы начали себя вести по египетски начали себя неважно вести и нас поработили и стали мы рабами и вместо 400 лет которые всевышний обещал он так всегда делает обещает и не выполняет плохое когда обещает и вместо 400 лет мы были рабами 116 лет вот так вот вот это мы сами виноваты и написано что умер йосиф 110 лет от роду и забальзамировали его и положили в саркофаг в египте так вот на этом глава воехи заканчивается так же заканчивается и книга брешит всем всего самого наилучшего до следующих встреч до встречи до встречи до встречи до встречи